Единая европейская валюта начала постепенно снижаться еще до публикации макроэкономической статистики по зоне евро сегодня, потянув за собой вниз и фунт стерлингов. А все дело в том, что прогнозы по инфляции предсказывали замедление темпов роста потребительских цен до 8,4%. Однако инфляция в зоне с обращением единой европейской валюты замедлилась лишь до 8,5%, что явно указывает на то, что европейский центральный банк, по крайней мере в обозримом будущем, продолжит повышать процентные ставки. И, по идее, это должно было незамедлительно привести к росту евро, а вместе с ней и фунта, но рынок попросту застыл на месте. Инвесторов несколько смутили данные по безработице в еврозоне, уровень которой должен был снизиться с 6,7% до 6,6%. Вместо этого безработица осталась неизменной. И раз уж европейская статистика не помогла участникам рынка определиться со своими настроениями, данная роль теперь отводится уже статистике американской. Хотя, учитывая ожидания по инфляции в зоне евро, сегодняшние данные по заявкам на пособия по безработице должны были остаться без внимания. Тем более, что изменения должны носить сугубо символический характер. В частности, число первичных обращений может вырасти всего лишь на 1 тысячу, а число повторных обращений должно уменьшиться на 3 тысячи. И если прогнозы подтвердятся, то ситуация на рынке практически никак не поменяется. Таким образом, остается надеяться лишь на то, что данные окажутся либо заметно лучше, либо хуже прогнозов. И что мы видим на графиках? Курс евро к доллару США временно поднялся выше отметки 1,0650, но не удержался на новых значениях и начал снижение. Это привело к сокращению объема длинных позиций по евро и откату котировки. Стоит отметить, что снижение курса евро могло быть вызвано положительной корреляцией с фунтом стерлингов, который вчера проявил нисходящий настрой в период американской торговой сессии. В данный момент процесс восстановления курса евро остановился. Но возможно изменение ситуации, если котировка продолжит удерживаться выше уровня 1,0650. Это приведет к новому росту объема длинных позиций и, следовательно, к росту курса евро. Как альтернативный сценарий рассматривается отскок цены от отметки 1,0650, который будет служить сопротивлением и может привести к продолжению нисходящего цикла. И что мы видим на графике британской валюты против доллара? Вчера на рынке фунт стерлинга в паре с долларом США проявил спекулятивную активность. Когда котировка сначала выросла выше отметки 1,2050, а затем вернулась ниже 1,200. Несмотря на закрытие торгового дня с вечным паттерном дожи, на рынке сохраняется нисходящий тренд. Движение цены вдоль психологического уровня на 1,200 уже более двух недель указывает на характерное взаимодействие торговых сил на данном уровне, которое привело к формированию бокового канала между уровнями 1,1950 и 1,2150. Для того чтобы возникли технические сигналы об окончании флета, котировка в данный момент должна удержаться за пределами одной из этих границ в течение дня, пока движение находится в заданных рамках, оно будет сохраняться на рынке.